Ну что ж, продолжаем интересоваться всякими разными приманками от компании Акара. Сейчас в воду полетит уже увиденный вами Фанк, который поймал уже рыбку в предыдущем туре. Возможно, поймает и сейчас. И дальше мы будем опять экспериментировать с блеснами. И будем подбирать проводку под уже более пассивную рыбу. Сразу, уже без экспериментов, опускаем спиннинг в воду, чтобы заглубить приманку максимально. И начинаем проводочку с потяжками. Если рыба есть сейчас в этом горизонте, она обычно клюет на первой-второй проводке. Если поклевок или контактов не будет, сразу можно переходить на блесну. Все-таки блесна по сравнению с воблером облавливает большую. Чуть-чуть было не улетел релизер в воду. Мы его спасли. Ну что ж, поклевки не было. Я даже зацепил траву. То есть, значит, в этой зоне все-таки глубина не такая большая. И здесь можно палку не опускать в воду. Попробовать делать проводку обычную. Все сделали, заглубили. И все, вот мы спиннинг не опускаем. Держим кончик над водой. Видим, была поимка в соседнем секторе на блесну. Опять же, еще один плюсик в сторону того, что пора перейти на блесну. И смотрим. Если сейчас поклевок не будет, все, будем ловить мигами. Проводочка замедляется к берегу, но поклевок я не вижу. Так же, как и контактов с рыбой. Ничего не происходит. Все, приманка выходит на поверхность. И мы ставим блесну. Ну, давайте начнем не со светонакопителя, а все-таки с блесны в цвете семечка. Мне больше нравится все-таки. Чисто личные предпочтения. Но светонакопитель также очень хороший. Что ж. Пускаем на дно. И делаем три быстрых оборота. И пошли делать проводку. Типала поклевка, по-моему. Сейчас мне показалось, был контакт с рыбой. Продолжаем. Анимацию. Возможно, да, здесь у бровки уже начинает вылезать какая-то трава. И действительно, приманка за нее может цепляться. Вот. Но там, на дальнем выбросе, у меня явно была поклевка рыбы. Так, ну что ж. Делаем еще один заброс. Конечно, колечки подмерзают, и заброс немножко от этого страдает. Дальность заброса уменьшается. Так, ну что ж. Приманка упала на дно. Делаем опять же три оборота. И пошли. Проводочку. Ветра не было, было бы по-прикольному планету. Потому что ветер здесь. Это моль будет, друг. Ну то же самое. Так, что блесна. Блесна светонакопительная. Рыба. Да, это светонакопительная блесна. С черной подложкой. Поэтому убираем семечку. Ставим мигами светонакопитель. Смотрим, как на нее сейчас реагирует рыба. Да, вижу. 1-0. Поклевочка. Сразу рыба села. И сход. Рыба вышла на свечку и выплюнула блесну, к сожалению. Такое бывает. Проверим крючок. Крючок прежнему острый, не разогнутый. Поэтому можно продолжать ловлю. По-прежнему рыба держится в одном таком достаточно узком горизонте. В других горизонтах поклевок у меня, к сожалению, нет. Поэтому продолжаем ловить. Есть поклевка. И снова сход. Второй сход подряд. Опять непонятно почему. По всей видимости, просто рыба плохо засекается. Потому что с крючком все абсолютно в порядке. Просто она катает за самый кончик и сваливается. Проводочка. Цвет рабочий. В приманках рыбе интересно. Поэтому менять особо что-то смысла нет. Просто нужно дотаскивать. Сейчас не было контакта. Но, возможно, я немножко не попал в горизонт. Как я уже говорил, то есть, если даже промазать, наверное, на полметра метр, возможно, рыба и решит не клевать. Возможно, не решит. Вот она у нас очередная посадка. И опять рыба с самого верха. Возможно, выйдет на свечку. Она может тоже сойти. Но хотелось бы ее все-таки дотащить. Да, все, заводим рыбу в подсак. И отпускаем. Так, ну что ж. Попасть, оцеплили. Все. Так, еще пойдем один. Продолжаем ловлю. Как я уже сказал, мы не опускаем сейчас на дно. В прошлый раз у нас поклевка была где-то в толще, чуть ближе ко дну, но без контакта дна. Поэтому сейчас я тоже сделал заглубление блесны где-то до середины общей глубины водоема и начал проводку. Посмотрим, что это принесет. То есть, рыба явно интересуется приманкой. То есть, есть какие-то заделы, подбивы. Но не всегда это доходит до посадки. Вот опять очень сильно мешает лед на кольцах. Прям начинается при проводке чувствовать через ручку катушки вот эту вот скребущуюся. Нет, я думаю, можно не меняться. Да, вижу. Так, ну и тоже обмен сходами. Очки нужны, конечно. Да, в такой вот ситуации как раз понимаешь, для чего введено правило ловить в солнцезащитных очках. В первую очередь, они сейчас защищают не от солнца, а от отлетевшей блесны. Так, ну что ж, у нас поклевки прекратились. Здесь вторая проводка без контактов. Стоит, скорее всего, что-то немножко поменять. Что мы можем попробовать сделать, это поставить на миду. Тоже светонакопительное. И сыграть именно на смене анимации. Так, ну что ж, так же делаем паузу. Возможно, может быть поклевка на падении, но здесь нет. Делаем пару подбросиков и начинаем проводочку. Намида по сравнению с мигами быстрее входит в штопор на быстрой проводке. Поэтому здесь не стоит очень сильно ускорять движение катушкой. Она больше рассчитана на такую вот спокойную проводку. Ну и рыба, когда начинает терять свою активность после запуска, ей это, в общем-то, только в плюс. Она более комфортно реагирует на эту блесну, пристраивается сзади и уже, когда готово, атакует увереннее. Так. Что ж, сделали паузу, сделали подъем. И пошли проводочку делать. Боковой ветер, конечно, мешает. Но он мешает всем. Поэтому все в равных условиях. И жаловаться на это не стоит. Сейчас, если поклевки не будет, скорее всего, стоит попробовать что-то еще. Возможно, сделать проводку на цикаду и посмотреть, будет ли реакция на нее. Сейчас, если мы на цикадку рыба среагируем, будет очень здорово. Мы сможем вырваться вперед. Тем временем уже больше половины тура прошло. Боковой ветер, конечно, очень сильно мешает ловле на донной приманке. Потому что здесь очень важен контакт с дном, контакт с приманкой, с анимацией. И нужно чувствовать все касания и дна, и когда рыба подходит к приманке. Очень тяжело это анимировать. Но приманка при этом очень ловистая. Можно заметить, что приманка достаточно медленно идет, и проводка блесной занимает времени, ну, как минимум, в два раза меньше, чем проводка цикадой. Поэтому в каких-то случаях это целесообразно, в каких-то нет. Иногда все-таки стоит вернуться к блесне, просто потому, что она быстрее охватывает все больше и больше зону ловли, и это может принести поклевку. Ну, сейчас я просто сделал такой тестовый прогон. Поклевок у меня не было. Тут я зацепил немножко травы. Сейчас я сделаю заброс на небольшом удалении. Возможно, если рыба у ближней бровки здесь была, мы ее заинтересовали, она немножко заоктинничная, но первый раз решила не клевать. И сейчас мы попробуем ее доловить. Вот, если поклевки не будет, то, наверное, стоит вернуться опять же к колеблющейся блесне и продолжать уже ловить ей до конца. Что ж, пробуем. Блин, вот, по-моему, была поклевка, либо, конечно, это было задев за какую-то веточку, но очень похоже на поклевку. Опять же, не закидываем дальше, делаем еще одну проводку. Вот, анимация с подбросом у дна, достаточно активная, не очень медленная. То есть, можно вести приманку значительно медленнее, раза в два, наверное. Вот, но я не хочу очень долго и много тратить на это времени. Поэтому анимация, подбросы, пауза и по кругу. Опять анимация, подброс, пауза. Нет, поклевки нет. Тему с цикадами, конечно, стоит разработать поболее глубоко, потому что очень рабочая приманка часто выручает по пассивной рыбе, но сейчас нам все-таки нужно поймать одну рыбку активную и постараться выиграть. Делаем заброс. Сейчас у нас будет проводка с анимацией. Здесь уже удочка со шнуром, поэтому здесь я делаю обычно сбросы. Иногда делаю протяжки вперед. Вот сейчас, мне кажется, рыба лучше будет реагировать именно на сброс, на остановку. Пробуем. Сейчас у нас проводка достаточно близко у дна. Вот сейчас попробуем следующим забросом пройти немножко повыше. Нет, 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 нет. Опять дальний заброс. Сразу же выматываем слабину лески, потому что если поклевка будет на падении, мы ее не почувствуем, если у нас будет слабина. Вот сейчас выматываем и делаем проводку. Классическая анимация, сброс, да, вижу. Поклевка. Времени остается совсем чуть-чуть. И, конечно, да, вижу. И как раз мы видим, что блесна именно в той же расцветке, которую стоит и у меня. Это у нас с мигами в цвете семечка. Да, остается минута. Делаем последний заброс, судя по всему. Вряд ли мы успеем сделать еще проводку. И пробуем больше. Придонный слой. Да, вот Михаил подобрал все-таки значит правильный горизонт, в котором удалось сразу вторую рыбу подсечь и, скорее всего, он ее уверенно вытащил. У меня, к сожалению, нет поклевок. Такая же блесна, по сути. Такой же спиннинг, но у него поклевка была, у меня нет. Дело явно не в приманке, дело сейчас конкретно в проводке и в руках. Поэтому проигрыш 3-1. Рыбу я поймал, но недостаточно для того, чтобы победить в этом поединке. Будем делать работу над ошибками.